Родина или женщина? Ничего себе, спросили. И можно и Родину, и женщину? Нет. Тогда, конечно, Родину. Недавно провела интервью вашего коллеги Петра Лидова. Бывает. И у меня есть рубрика «Вопросы от подписчиков». И один из вопросов был о вас. И один из подписчиков моих спрашивает, не считает ли Петр Трофима мракобесом? Как вы думаете, почему вас так называют? И согласны ли вы с такой характеристикой себя? Вы мракобес? Мракобес. А надо понимать, что такое... Знаете, у меня папа был великий человек в прошлом году, к сожалению, покинул нас. Он всегда говорил, перед тем, как о чём-то разговаривать, надо определиться в терминах. Давайте определимся, что такое мракобес. С одной стороны, мракобес – это неверующий человек. Человек, который из мрака вышел и здесь бесится. То есть бес из мрака. С другой стороны, почему-то мракобесами стали называть людей верующих. С некоторых пор, с коммунистическо-социалистических пор мракобесами начали называть людей верующих, что строго, в общем-то, противоположно этому. Я не мракобес, потому что я абсолютно спокойно отношусь к людям неверующим, и сам я, в общем-то, крещён не так давно. А я человек верующий, и считаю, что, конечно, добро, оно побеждает на длинной дистанции всегда. Поэтому я не стал бы себя называть таким термином. Мне бы очень хотелось, очень интересно было послушать тех, кто меня так пытается называть, именно что они вкладывают в этот термин. Но вот из вашей кампании на Изоленте вы самый такой вот радикальный, мне кажется. Ваша подача, она самая такая смелая и дерзкая. Потому что Пётр Ридов, он более ироничный и дипломатичный, а вы такой вот и мат себе позволяете, и резкие какие-то высказывания. Правда, рук такой. Я вот вам скажу так, что по поводу мата это отдельный разговор, и этому можно посвятить вообще целое интервью, я не знаю, разговор, там всё что угодно. Из моего окружения, я не знаю ни одного, ни одного человека, который бы не разговаривал матом, когда нет камеры. Ни одного. Практически все, кого вы интервьюировали, ну, я их всех практически знаю лично, да, это люди, которые вот тет-а-тет разговаривают матом. Это нормально. И, конечно, когда ты идёшь, там, у тебя тут сидят дети, тут сидят женщины, тут вот бабушка сидит пожилая, и ты там типа, а-а-а, вот это вот, это, конечно, быдло по-русски называется. Но бывает бабушка приложит матом так, что уши в трубочку заворачиваются. Ещё я больше скажу, что человек, который умеет красиво развернуть матом, вот красиво сказать, это же особое искусство, это же прямо особый цимис. Я считаю, что у этих людей надо уроки брать. Ну, у меня была в детстве такая история, когда я не очень, как бы, владела матом, скажем так, искусством. Я как-то с братом ссорилась, и я ему такая говорю... Возька, что в анекдоте, да? А я имела в виду заткнить, как бы. И он такой... Вот. Надо, кстати, на Ютубе сейчас запикивать мат. Не надо. Меня забанило на Ютубе, мне ничего вообще не надо. Поэтому всё хорошо. Кстати, по поводу блокировки Ютуба, вы, как я понимаю, выступаете за блокировку. Однозначно. Мне кажется, это не совсем честно. Вот уберите точечно там условного дудя, там, кто нам мешает. А как это возможно сделать, Диана? Вы там, не знаю, какое-нибудь китайское министерство экономики, а я российская компания, которая работает в Китае. И я делаю всё вроде как бы то, что вам подходит, но делаю одну вещь, которая не подходит. Вы подходите ко мне и говорите, что, убери эту вещь? Я говорю, нет. Дальше что? Уберите дудя. Ютуб говорит, нет. Дальше что? А где наши хвалённые русские хакеры? Может, взломать? Взломать Ютуб изнутри? Взломать дудя. Нет, взломать дудя. Это скорее наши хирурги могут, которые плохому танцору помогают обычно. А взломать Ютуб, его можно так взломать, что он работать не будет. И мы показывали, что мы это можем делать, в принципе. Ну, так случайно. Хопа, упал. А взломать так, чтобы дудя оттуда вынуть? А вот Стаса, как просто блогер, по-моему, он даже сделал такую штуку, вот эти вот боты, ну, правильные боты, реальные, которые в большом количестве аккаунтов могут снести какой-то канал. И они, по-моему, уже Камикадзе Ди или кого-то они из вот этих вот либеральных снесли. Вот. Почему бы не снести вот так вот точечно? И чтобы не страдали люди, которые любят смотреть на котиков, например. Рассказываю. Все очень просто. Значит, что такое Ютуб? Ютуб – это программа, да, социальная, ну, условно-социальная сеть, у которой есть хозяева. У этих хозяев есть задачи. Задачи эти ставят руководство Соединенных Штатов Америки и НАТО на данный момент. И вот у них стоит задача сделать так, чтобы у русских была определенного рода информация здесь. Соответственно, я могу миллион жалоб сделать на Дудя. Они автоматически могут его даже на денек, а я думаю, что минут на 20 забанить. Но потом, когда они поймут, они в ручном режиме возьмут и откатят. Потому что как? Вы думаете, Дудь набирает миллионы просмотров, потому что он Дудь? Нет. Нет, потому что там сидят люди и ручками подкручивают ему. У Дмитрия Юрьевича Пучкова есть замечательная история про то, как у него на офисном компьютере был отключен вот эта вот галочка, не стояла. Знаете, где после видео начинается следующее. Он говорит, я принудительно все отключу. Прихожу в офис, у меня Навальный играет после этого. То есть даже, знаете, как товарищ майор может позвонить даже на выключенный телефон. Вот так и здесь. Ютуб может сделать так, что у тебя будет играть то, что ему надо тогда, когда ему надо. Да, чтобы были просмотры, чтобы было все. Неужто они не вернут Дудя после того, как мы будем на него жаловаться? Стас это делал в Телеграме. Там другая история. У Телеграма вообще нет живого суппорта как такового. То есть у Телеграма есть автоматика и есть волонтеры. И волонтеры эти потом рассматривают что-то как-то. Они не ангажированы, это просто какие-то люди откуда-то. Они смотрят, да, это по справедливости, это по справедливости, это по справедливости. Кто такой Дудя, не знать не знает. Конечно, там можно завалить канал. Меня валили таким макаром, мой канал. Я потом еле-еле выскребал его. Он до сих пор во Фройде находится. То есть это канал, который завалили жалобами. Не социальная сеть, у меня есть канал. Его завалили жалобами на то, что я накручиваю себе этих самых. У меня там стоит где-то в каких-то статистических этих самых раскладах, что я накручиваю себе. Это, наверное, кому-то кажется, что это работа. Да, взять, зашкварить чей-то канал. Так же могут и твой, правильно? А вам не кажется, что вот если мы заблокируем YouTube в России, именно мы, Россия, то это будет означать, что мы признали, что мы проиграли информационную Почему? Вместо того, чтобы конкурентоспособных лидеров общественного мнения растить самим или делать какой-то контент крутой, который просто заберет все просмотры у Дудя условно. Ну, прекрасно. Смотрите. Еще раз я повторюсь, что вот мы делали крутой контент. Кузичев делал крутой контент. Гоблин делал крутой контент. На всех взяли и перебанили в YouTube. Это как? Это они признали свое поражение, что ли, или что? Ну, как? А вас забанили, вы хотите, чтобы других забанили? Пусть работали. Не нас забанили, я хочу... Вот смотрите, на следующий год выборы Владимира Владимировича Путина. У каждого... Извините, я так неправильно, наверное, высказался. Выборы президента Российской Федерации. Да, кстати, класс. А может, и ставим? Ну, я всегда так делаю, на самом деле. Но это такая, значит... Ладно. Заходите, оставите. Я только за. Значит, выборы у нас президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Вот так, давайте подойдем к вопросу. Значит, мы будем заходить в YouTube и смотреть, как правильно заворачивать шурупы, как забивать гвозди, котиков, крокодильчиков, там, не знаю, порнокроликов. Все, что угодно будем заходить и смотреть в YouTube. Как вы думаете, что после этого мы будем обязательно смотреть там? Мы будем смотреть, какая плохая Россия при Путине, какой плохой Путин, и как не нужно вообще бороться за независимость и так далее и тому подобное, и за суверенитет. Мы все наедимся этой информацией, а особенно наши дети. А особенно наши дети и молодежь, которая первый раз, например, пойдет голосовать за президента. Мы можем на это как-то влиять? Вот скажите, как может в своей стране быть ресурс, на который ты не можешь влиять? Как такое может быть? Попробуйте в Соединенных Штатах Америки запустить что-то, на что США не будет влиять. Помните историю, как этот кучерявый, фейсбучный, как его Цукерберг, вот, как он сказал, что у меня никогда не будет цензуры. Через две недели... А, у меня никогда не будет цензуры, я никогда не надену костюм. Через две недели он в костюме отвечал за цензуру перед Сенатом Соединенных Штатов. И его там во все дыхательные и пихательные отымели по полной программе. Он вышел оттуда просто огурцом, вот с такой дыркой во всех местах. И сразу и цензура, и Трампа забанили, и все, что хочешь, пожалуйста, получите. А вот вы с тем же Сергеем Кармелицыным говорили о том, что вы знаете, что многих блогеров, известных в запрещенной соцсети одной известной, покупали буквально. Покупали, да. Вот когда началась... Меня пытались купить лично. Вот после начала СВО, да? А я когда смотрела одного выпускника известного телешоу, догадайтесь, какого, и он в интервью Гордону говорил, что наоборот ему поступали предложения от российской власти, там тоже баснословные деньги за то, чтобы он хвалебный посты. Да, слава Богу. Ну вот я, кстати, тоже не против. На войне, как говорится, все средства хороши. Я не об этом. Я о том, что натыкаюсь на ломов таких вот, на каких-то исполнителей, которых явно двигает наше государство, но которые не обладают харизмой, у них нет голоса. Вот я не буду называть фамилию, но его пиарят, его двигают. И я задаюсь вопросом, вроде умные люди, талантливые. Вот так вот общаешься со многими околополитическими или там людьми, которые принимают решения. Почему у нас делают ставки на каких-то таких вот странных персонажей? Но есть такие вот маргинально-одиозные товарищи, которых прям двигают. И мне странно, почему мы делаем ставки на неталантливых людей. Объясняю вам. Значит, с точки зрения психологии, вы аудиал. Это видно очень серьезно. Для вас важен голос. Люди еще бывают визуалы и кинестетики, как минимум. Да, я это знаю, кстати. Да, так вот, понимаете как? Если на вас действует голос, то на кого-то действует что-то другое. А там и с визуалом некоторые проблемы. У каждого есть проблемы с чем-то. Нет идеальных людей. Нет идеальных людей. Вот я, например, Дудя вижу, мне блевать охота. А кто-то смотрит на него и говорит, какой чувак классный. Понимаете? Кто-то на Гоблина смотреть не может и слушать его не может. Что это за лысый с таким этим голосом? То есть это субъективная тема, да? Конечно. И если у нас сидят компетентные, очень серьезные люди. В АП вообще дураков не держат. Знаете, как бы... Вот я не открою никакой страшной тайны, что людей просматривают, понимают, кто на какую аудиторию работает, кто что как. Наконец-то мы научились этим заниматься. И если есть человек, которого слушают, его слушают. Если есть человек, на которого смотрят, пусть его смотрят. А есть люди, которым нужно выйти на сцену. В принципе, он вообще в записи будет хуже. А бывает наоборот. То есть вы помните прожектор Парис Хилтон? Да. Вот они работали в записи, у них была дикая аудитория. Они вышли вживую на сцену, полное говно. Я, кстати, знаю сценаристов этой программы. То есть это все не органы шутили. Да это понятно. Но как это все делается, это ясно? Я не про это. Я говорю про то, что вот они вживую провалились. А бывает наоборот. Что люди на сцене выступают, выступают, потом бам, под камерой. Полное говно. Ты смотришь, да там даже монтажом не исправишь. Особенно прямым эфиром. Но он ничего не сделает. Вот. По-разному бывает. Поэтому для каждой аудитории свое. И это важно. Кто-то просто пишет. Вот человек пишет тексты. Никто знать не знает, как он выглядит. Это как реклама с Цыпкиным. То же самое. Вот он пишет, его читает. Как он выглядит? Да хрен его знает, как Цыпкин выглядит. Плохо выглядит. Ну или хорошо. Ну, когда как. Потому что мой друг, я могу про него пошутить. Мне за это ничего не будет. Вот. Соответственно, нормально. Это правильно. То, что вам не нравится черная икра, это не значит, что она не нравится всем. Это значит, что вам не нравится черная икра. Хорошо. Козырев, это критик и ведущий там на наше радио. Это который, о чем говорят мужчины? Ну, вот это. Иноагент. Иноагент. Ну да, Козырев. Миша он. Да, Миша Козырев. Он, когда вышел клип «Земфиры», тоже антивоенный, он сказал, что СВО поддерживают бездарности. А вот все, кто против, они туманны. Ну, на кого-то вы Мишу Козырева насадите, пусть сидит там и оттуда вещает, как Иван Грозный делал в свое время? Вот так. Пригласить на бутылку, сказать, дружок, иди сюда. Все. И закончить на этом с Мишей Козыревым. Кто это вообще? Хорошо. А давайте попытаемся включить немножечко Лидова. Вот этого дипломата. Лидова, пусть Лидов включает. Ну, вот смотрите, Гребенщиков, сейчас очень много будет сносок. Весь экран такой, инагенты, инагенты. Да, Гребенщиков, Макаревич, там, Пугачева, всякие Моргенштейны. Ну, короче, каждый по-своему талантлив, и каждый имеет огромную аудиторию. Так. А у нас кто? У нас, не знаю даже кто. У нас. Вот кто у нас? Шаман, все. Почему все? А кто еще? У нас очень много кто. Ну, вот из поющих, из таких, которые взяли... Галанин, чем плохо? Галанин, легенда русского рока. Легенда. Кстати, много рокеров, на удивление, поддержалось. Самойлов, чем плохо? Легенда русского рока. Настоящего. Не вот этого блеяния с Санова, как Гребенщиков с Макаревичем, а настоящего русского рока. Я никогда не видел вот концерт Агаты Кристи. Я даже вспомню, это год какой-то 90, ну, может, там, что-то 6-5, в юбилейном, когда люди друг на друге висели, на деревьях на соседних висели, билеты продавали друг другу с рук по тем временам по 100 долларов. У меня зарплата 80 была, очень высокая, а билет один за 100 долларов перепродавали. Вот. И Самойлов здесь с нами, он ездит на СВО, вот он дает интервью, он приходил ко мне в гости, прекрасный мужик, отлично все понимает, знает, как это все работает. Я была на концертах с Кляром, он тоже за. Саша с Кляром, да, пожалуйста. Потом аукцион еще, вот как же его зовут? Горкуша. Да, много кто из рокеров, но их не знает молодое поколение, потому что, вот смотрите, я была недавно на мероприятии крематория, там была презентация... Ну, слушайте, не Ленинградского крематория, где людей хоронят, а группы крематорий, да, в Эки? Да, да, это важно уточнить. И у таксиста спросила на обратном пути, а вы знаете крематорию? Он не знает. А Шевчука, знаете, даже Шевчука не знает. Шевчука никто не знает, да. Ну, мне казалось, что знают все. И он всех, кого я перечислял, я говорю, а сколько тебе лет? Он 24. И я вроде не сильно далеко от него ушла по возрасту. А из молодых у нас как бы альтернатива особая. Ну, я думаю, что если бы вы его спросили, а знаете, кто такой Николай Бердяев? Такой, не знаю, там Владимир Маяковский. Знаете, кто такой Игорь Северянин? Или Николай Гумилёв? Он бы точно так же вам сказал. Я не знаю, кто это такой. Ну, не знаешь, это же просто признак твоей серости. Как говорил мой папа, серый как штаны пожарника. Причем пожарник, это не тот, кто тушит, а тот, кто сгорел. Серый как штаны пожарника. Люди не знают. Гордиться тем, что ты не знаешь Некрасова? Ну, это не очень. И даже как бы просто его не знать, наверное, тоже не очень. Поэтому как-то мы сейчас формируем пласт новой литературы, новой музыки, новых художников и так далее, и тому подобное. У нас был золотой век. У нас был серебряный век. Вот сейчас у нас наконец-то, наконец-то, после огромного провала наступает век бронзовый. И может быть, может быть, после окончания СВО, после окончания той войны, которая будет после СВО, после окончания всех этих наших заключений у нас выкристаллизуется новое поколение людей, которые будут делать настоящее искусство. Не вот это говно, а настоящее искусство. Мне ваша идея, кстати, с информационным главнокомандующим нравится. Но кто может им стать? Вот какие кандидатуры? Вот вы сказали, что Соловьев нет. Соловьев нет, потому что Соловьев, он хороший полевой командир. Соловьев прекрасно умеет строить политику внутри определенного направления. То есть вот у него есть задача, и он эту задачу четко выполняет. Есть люди, которые умеют делать стратегию. Они обычно за кадром. А у нас те говорят, а где Суровикин? Какая разница, где Суровикин? Суровикин занимается специальной военной операцией и строит политику нашей армии определенным образом. И где он там? Это не твое собачье дело. И там таких генералов, как Суровикин, еще человек, наверное, 20 есть в генштабе. И никто не знает их фамилий. Так вот этого генерала, который будет руководить этим всем, тоже никто не должен знать фамилию. Потому что, понимаете, как? Вот говорят, еще простой пример. Когда Путин назовет преемник? Никогда. Пока этот преемник четко не будет садиться в его кресло, никогда, по одной простой причине, что если он сейчас скажет, кто преемник, на этого преемника будет идти воздействие со всех сторон. Точно так же, как и если это будет условный главнокомандующий информационных войск, мы будем с вами знать, кто это, и то может вряд ли. Но мы будем четко чувствовать его руку. А вот вы говорили, что все те, кто критикует армию нашу, они автоматически враги. Не так я говорил. Критиковать армию можно. Как говорил Владимир Семенович Высоцкий, я в своей стране вижу много минусов, но с вами, уважаемые иностранцы, я говорить об этом не буду. Критиковать армию можно и нужно. Это когда приходишь к тем людям, которые могут повлиять на принятие решений, или непосредственно принимают эти решения, и говоришь, я был в такой-то, такой-то части, командир такой-то, такой-то, творит такой-то, такой-то беспредел. То есть не публично, да? А вот как-то так в кабинетах? Не публично. В первую очередь целенаправленно. То есть если я приду к своему дворнику и буду рассказывать, как плохо светит солнце, это будет, извините, заткните все уши. Другого термина я не вижу. Можете вырезать. А если нет допуска к такому важному человеку, которому можно, или у военкоров тех же есть? Если у тебя нет допуска к человеку, который принимает решения, значит, твой уровень не позволяет тебе судить об этих решениях. Справедливо, да. Понимаете, если я приеду, вот я был многократно там на линии фронта, я приезжаю, и мне кажется, мне кажется, что там просто лютый трипер вообще. Ты смотришь, такой, ёб, жесть. Вот мне девушка звонит в истерике. Я пошла волонтером, не буду говорить в какую клинику, ну, чтобы не это самое, потому что там ничего плохого нет. Военный госпиталь. Говорит, там жопа, там жопа, там жарко, там все. Я говорю, подождите, вы спросите у солдата и офицеров, которые ранены там. Она на следующий день говорит, простите, извините, это мое отношение, а они говорят, все отлично, относятся супер, содержание супер, кормят великолепно, ни в чем не нуждаемся. То есть как бы компетентность и компетенции человека судящего не совпадают, ну, то есть он не знает, о чем он говорит. А нам всем, которые вот с мягкой периной с утра встали, зубы красиво, пафосно почистили, на унитазе посидели, в телефон потыкали с утра, телеграм почитали, приходим, да так жить невозможно. Возможно. И нормально все. А вот я заметила, что вы в том же телеграме и вообще в своих постах не очень хорошо высказываетесь о наших оппонентах в соседней стране. Как-то даже резко. Да, да, да. Вы о них так жестко. Народ весь тоже не виноват. Я имею в виду, что как-то к ним, может быть, состраданием можно именно к народу, не к кукуратам каким-то таким. Знаете, вот сегодня буквально писал видео в пояснительной бригаде. Отвечал там одному. Я никогда не стараюсь не отвечать, знаешь, антидюрингов не устраивать. Но сегодня меня прям очень задело. Там один священнослужитель высказался, ну, прям так нехорошо. Про нас, про всех и про памятник Дзержинскому, который восстановили. Еще вот только-только видео это вышло сегодня. И я ему ответил. Я ему ответил вот в таком вот ключе, что, ну, если вы, ну, ваши предки и мои предки в то время выбрали революцию, то, значит, они были убеждены в этом. То есть, если украинский народ выбрал Майдан, а как можно было сделать? Можно было не допустить Майдан. Можно было сделать так, чтобы этот Майдан остановился вовремя. Можно было? Можно было. Мы в 91-м году точно так же выбрали выступить против ГКЧП. Мы виноваты в том, что было в 90-е. Мы, и я в том числе, потому что я был на площади Исакевской, когда Собчак выступал с этого самого, с здания Мариинского дворца. И мы не приложили никаких усилий, чтобы не допустить переворот. Мы не приложили никаких усилий, чтобы не допустить развал Советского Союза. Мы виноваты в этом от начала и до конца. Точно так же, как люди, которые в 17-м году допустили февральскую революцию, допустили свержение царя, они виноваты в том, что это произошло. И когда потом начали убивать священников, жечь церкви, разрушать все это, в этом виноваты те люди, которые это допустили, а не те, которые жгли. Те, которые жгли, у них очень четкое было понимание, куда они идут. Это как многих леваков обвиняют в том, что если вы так любите Советский Союз и вообще коммунизм, почему вы не за сохранение не вышли и не отстояли, условно говоря. Но тот же Яковлев, Егор, сказал, что никто не подозревал, что будет развал страны. Думать головой надо. Ну а как, не жопой надо думать, а головой. Тебе показывают красивые фантики, колбасу и джинсы. Ты подпрыгиваешь и говоришь, ой, как классно, ой, как классно, я тоже такое хочу. Тебе говорят, хорошо, развали свою страну, и у тебя все это будет. А, пошел, развалил страну. Потом такой, какие мудаки страну у меня развалили. Да ты самый мудак. Зато в джинсах. Мудак в джинсах. Все как положено. Развлекательная рубрика «Лайк-дизлайк». Я называю фамилию, вы говорите, лайк или дизлайк. Ну, легко. Захар Прилепин. С козырей зашли. Ну, лайк, наверное, скорее, да, чем дизлайк. Его же надо тоже разделять. Это же не просто лысый дядька с хвостиком. Ранний Захар Прилепин. Нет, есть Захар Прилепин писатель, есть Захар Прилепин политик, есть Захар Прилепин военный, ну и так далее. Это разные Захары Прилепины. Какой вам не нравится Захар Прилепин? Захар Прилепин политик нормально, я вот его нормально воспринимаю, но писатель, он великолепный, то есть тут вообще никаких вопросов. Кстати, мне он очень не нравился, как телевизионный образ, так вызывал какое-то раздражение, какой-то суетной. А когда я с ним познакомилась лично, мне казалось, что я его тысячу лет знаю, это мой просто духовный друг. Он очень приятный человек. Это Зимфира. Вообще никогда не нравилось. Полный дизлайк, полная бесталантность и еще и мразотность определенного рода. Я, кстати, тоже Зимфиру не понимаю. Может быть, у меня плохой вкус. Скорее, у нее плохой вкус, что она живет с этой, как ее вот это... Литвина. Да, Рината Литвина. Даня Милохин. Вы о нем шутили в своем телеграмме, по-моему, да? Помните? Малолетний дебил. Ну, малолетний дебил. Я сегодня сказал, вот этот мальчик в розовой юбочке уехал. Вы знаете, да, что он сегодня покинул нашу страну? Сегодня? Да, не дал шанс. После того, как Мизулина его предложила призвать в армию, он ночью сегодня на первой электричке в Дубай улетел. Взял билет и быстренько сдвисовал. В Дубайск, как сейчас можно говорить. Юрий Шевчук. Слишком хорошо знаю. Полный дизлайк. Да? Да. А творчество его нравится? Никак. Никогда не нравилось, никогда не любил. И просто... А вот последние его треки антивоенный, целый альбом у него есть, когда в твой дом пришла война и все такое. Ну, кукуха, когда у него это уже все свистит, уже пора остановиться. Уже все. Он когда-то остановился и перестал пить. Я надеюсь, что он и не начал. Ну, не знаю. И хватит уже достаточно. Сиди в своей Уфе на жопе ровно и занимайся внуками, если они есть. Я, кстати, не знаю, есть ли у него внуки. Дудь. Ну, дудь, ну что... Ну, дудь. Хороший человек. Великолепный. Мой кумир. С детства мечтал быть таким, как дудь. Илья Варламов. Кстати, бодренький парень. Хоть и Адуван его называют. А, знаете, вот есть замечательная такая фраза «Не сри, где живешь». Вот Варламов – это человек, который срит, где живет. Как можно к этому относиться? А по поводу там, где живет, он же... Вот посмотришь его выпуски, он сначала там в Америке, потом в Китае. Он путешествует, во-первых, откуда у него столько денег, неужели донатов столько скидывает? Да и какие донаты? Он сидит на грантах. Ну, просто путешествует, там он за день две страны. Прекрасный жанр – приехать и обосрать город. Я в Самаре был 10 раз. 10, может, больше даже, но 10 точно. Я Самару очень люблю, знаю хорошо этот город, великолепно знаю. И вдруг я смотрю, такой вот этот пудель штопанный, значит, он достает в Самаре какой-то угол сраный, где нету трех плиточек. Говорит, смотрите, положили новую плитку. А такой угол можно найти в любом городе. Знаете, в Сан-Франциско можно найти полгорода таких. Понимаете? А в Париже, в котором я много раз был, там вообще вот так под вечер подходишь, по колено мусора. Так же, как в Манчестере, в каком-нибудь Ливерпуле и так далее. Это не суть. И вот мы, значит, пошли и сняли весь район, не поленились, в Самаре. Просто выложили. Сказали, а ты извиниться-то, Олень, не хочешь за это? Извинился, кстати. Ну, потому что там прям совсем его прижали, вот так вот, вот так. Вот, с жителями Самары все это засняли. Это прекрасный жанр. Зашкварить какое-нибудь хорошее место. То есть ты приезжаешь, а, Краснодар, смотрите, какое говно. А я приезжаю в Краснодар, такой, да ничего себе. Причем я много езжу. Я видел, что было 10 лет назад, что было 5 лет назад, что было 15 лет назад. И что сейчас? Да, города наши, они просто вот... У меня в этом году уже больше 60 перелетов. И будет еще 40 с лишним, я так подозреваю, до конца года. Я Россию от Хабаровска до Калининграда в этом году всю объездил. 60 с лишним регионов России за два года. И, конечно, я вижу в динамике, что творится. И никакой Варламов меня не убедит. Но какую-нибудь бабушку Марфу из деревни Большие Говнищи, а он убедит легко. Потому что она не выезжала никуда, и для нее это клуб кинопутешественников от Ильи Варламова. Посмотрите, как... У России. Да, да. А вы считаете, что его многомиллионные просмотры, это потому что там негативная такая вот риторика, а это люди любят больше, чем условно? Это потому что его двигают. Я даже не... Даже не тратьте время на это. А, да? Это технологии. Ну, как вы представляете? Вот я там, не знаю, сотрудничаю с ВК, например. Да? Я звоню там директору ВК, одному из директоров, и говорю, слушай, у меня выходит новое видео. Сделай так, пожалуйста. Да? Мы же с тобой партнеры. Чтобы она была на главной странице. Он будет везде. Вы будете заходить в ВК, и у вас будет вот это видео перед глазами всегда. Там будет миллион просмотров, и никаких проблем не будет. А можно еще просто кнопочку нажать, и там просто будет миллион просмотров. Его никто не увидит. Но там будет миллион просмотров. Ксения Собчак. Вы знаете, два есть мнения. Тоже вот интересное. Для меня она дизлайк. Опять же, потому что, ну, как-то мы в одном городе много времени провели, и много что знаем, да, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что временами она у меня вызывает ощущение, что она работает на нашу администрацию президента. Ну, она как минимум не иногент, это тоже вызывает вопросы. Во-первых, не иногент. Во-вторых, так зашкварить своих коллег, как она, так показать их с худшей стороны, всех этих дудей, мудей, там, и вот это вот все, это только она так умеет. При этом она вроде как на их стороне, но она временами это так вывернет, что да ладно. Может, она наша, действительно, да? Стаса и как просто. Хороший парень. Хороший парень был у меня в гостях, я его не знаю. То есть мы лично не знакомы, он был у меня в эфире. Мы общались, очень произвел на меня положительное впечатление. Лайк. А вам не кажется, что когда он начал сотрудничать с Соловьевым, с РТ и так далее, он как-то перестал быть вот тем вот классным парнем? А я не смотрел. Не смотрели, да? Нет. У меня нет, к сожалению, времени смотреть всех. Я смотрю очень редко кого, потому что я очень много работаю. Три книги посоветуйте, которые просто обязан прочесть каждый. Три книги, я могу 300 книг посоветовать. Давайте три самые-самые. Самые-самые. Можно три писателя. Давайте так. Потому что три книги – это очень мало. Потому что один Бердяев написал больше, чем три книги, а его надо читать целиком. Наверное, книга, которую должен прочитать каждый человек в принципе, и желательно знать ее наизусть и цитировать, это «Евангелие». Обязательно. Все четыре. Но это как бы одна, будем считать, книга. Библия, Евангелие, Ветхий Завет, Новый Завет. Давайте объединим это все, и пусть это будет одна единственная книга. Потому что там написано все. Все, что с вами может произойти в этом мире, там написано. Другой вопрос. Понял ты это или не понял? Если у тебя что-то начинается, ты можешь вспомнить, а это же уже было. И ты будешь знать, чем это закончится. Раз. «Братья Карамазовы». Это книга, которую обязательно надо прочитать и желательно знать близко к тексту. А особенно... Ладно, не буду раскрывать, потому что многие не читали, я спойлерить не буду. Вот. Значит, Достоевского в идеале читать всего, включая его личную переписку, это очень важно. Николай Бердяева. Всего целиком. Человек, который написал про Россию все. Я вообще считаю, самая большая ошибка большевиков – это то, что они позволили ему уехать. Потому что не воспользовались им, его мудростью, а его мудростью воспользовались наши враги. И они знают нас как облупленных из-за того, что там был Бердяев, из-за того, что там был Ильин, из-за того, что там было много-много-много-много-много. Кстати, по поводу Ильина, вы его разыгрывали в Телеграм-канале, книжку, книгу, и сказали так, что вот то, что про него говорят – это все ерунда, в этом смысле про фашизм, про симпатию Ильина к фашизму. И вас не смущает этот факт из биографии? Вообще не смущает. Ни в коем случае не смущает. Потому что я всем оппонентам всегда задаю вопрос. А давайте сейчас откажемся от водородной бомбы. Потому что Сахаров был самым мощным антисоветчиком в истории нашей страны. Мощнее Сахарова ни одного антисоветчика у нас не было. Солженицын – ссаный пацан по сравнению с Сахаровой. Но мы же пользуемся тем, что придумал Сахаров. Мы же не говорим – вот он, сука, антисоветчик. Нельзя же его использовать в качестве того, чтобы наша страна на его учении как-то строила свою мощь. Ребята, когда человек приходит в суд, он изучает позицию оппонента. Прокурор изучает по сторону адвоката, по сторону того, кого он обвинять приходит. Он читает книги, которые написал человек, которого он пытается посадить. Он изучает его ход мысли. Изучает. Если он не будет его изучать, скажет – это преступник. Я не буду читать, что он там писал. Он проиграет все свои дела. Вот и мы проигрываем, потому что мы Ильина не читаем. Нам не надо понимать, на основе чего строят наши враги политику против нас. А они нас знают лучше, чем мы, потому что они читают Ильина. Кстати, про то, что вот есть иноагенты, да, опять же, тот же Варламов или Кац. Мне кажется, тоже нужно смотреть то, что они делают, смотреть, анализировать и где-то даже не бояться учиться, потому что, что касается подачи, они, конечно, пободрее, чем патриоты. Вот Петр Лидов конкретно, сутрица, постоянно нам докладывает, о чем говорит Гордон, о чем говорит Соловей, профессор-дегенерат, о чем вот эти вот все придурки там вот… Конечно, мы должны знать, чем они дышат. Иначе мы придем туда, такие слепые, глухие, а они нам на пощам, собирайся и уходи отсюда. Как, откуда прилетело, фиг его знает. Давайте вы ответите на вопросы моих подписчиков. Давайте. Я выбрала три. Считает ли он себя арийцем? Арийцем? Да. Смотрите как. Я не считаю себя ни арийцем, ни семитом, но мы понимаем, да, что есть арийские народы, есть семитические народы. И, в общем, больше ничего не дано. Я не считаю себя ни арийцем, ни семитом по одной простой причине, что я и арийц, и семит одновременно. Ну, то есть, либо ты как бы это вот то и то, у меня в роду есть и семиты, и арийцы. И как вот мне себя. Считаю ли я себя арийцем? Нет. Я считаю себя русским. Мало того, я считаю, что мы за это время выкристаллизовали. Не размял язык свою сверхнацию, сверхнациональность так называемую, по Бердяеву, да, или метанацию, как теперь принято говорить. То есть, надстройку наднациональную, мы знаем, что русский это прилагательное, а грузин это существительное. Ты кто грузин? Какой русский? Ты кто татарин? Какой русский? Да, соответственно, мы русские, мы метанация, надстройка над многими нациями, которая объединяет людей в единую цивилизацию, русскую цивилизацию. Поэтому, конечно, нет, я никакой не арийц, никакой не семит. Мы уже пережили это, мы идем дальше. Второй вопрос. Почему банит за любое мнение хоть сколько-нибудь отлично от своего? Я? Да, видимо, кто-то пострадал. Я открою страшную тайну, я вообще никого не банил, у меня есть админы, у которых есть четкие правила. Да, и вы знаете, я тут придерживаюсь политики Дмитрия Юрьевича Пучкова и Александра Евгеньевича Цыпкина, моих друзей, что если ты начинаешь учить меня жизни или проявлять неуважение к тому, что я делаю, бесплатно, подчеркиваю, делаю для того, кто участвует. Деньги для нас так или иначе мерилом являются, определенные активности нашей. Но ты просто вышел отсюда и больше никогда не вернулся. По одной простой причине. Зачем мне это? Ну, то есть, вот, зачем мне этот тюнинг в зоопарке? Для чего? Человек пришел и начинает учить меня жить. Иди учи жену свою, детей своих. Вот это не надо. Меня учить жить. У меня вот есть Петр Лидов, которому я могу себе позволить себя поучить жизнь и дать. Потому что это для меня авторитет и старший товарищ, мой друг и учитель. Да, у меня есть мама моя, дай бог ей здоровье, которая может меня поучить жизнь. Я с удовольствием буду слушать. А ты кто такой, чтобы учить меня жизни? За что я бы сказал банить безжалостно? Это за оскорбление гостей. То есть меня, ладно, я еще могу это пережить, я могу это не заметить. Но если, например, у меня сидит там, не знаю, Толстой Петр в эфире, или Тигран Киосаян, или там кто-то еще, Толя Кузичев, и люди начинают писать, а этот вот опять, а вот это вот. Ну пошел ты в жопу, зачем? Ну не нравится, встал и вышел. Все. Следующий вопрос. Правда ли, что он связан с русскими ультраправыми? Какой-то дурацкий вопрос. Я про это рассказывал, наверное, раз в 500. Давайте 501, чтобы закончить. Давайте 501. Я был долгое время, у меня нет ни одной татуировки. Начнем с этого. Обычно ультраправые, они очень кичатся тем, что они ультраправые, и набивают себе всякие разные калавраты там и прочее. Роман Антоновский у меня был недавно. Многие товарищи, да. Я долгое время провел в фанатской тусовке. И я этого не скрываю, и до сих пор я в прекрасных отношениях с футбольными хулиганами, болельщиками и прочими товарищами, которые являются частью моего морального мира по сей день. Я уже не там, но мыслями я там, потому что единожды там побывав, ты уже оттуда никогда не уходишь. Говорить о том, что там нет ультраправых взглядов, глупо. Да, там есть ультраправые взгляды, их много. Разделял ли я когда-то ультраправые взгляды? Может быть, они мне были симпатичны по молодости и по глупости. Но я продолжаю считать, что ультраправые взгляды, именно ультраправые взгляды, да, это признак молодости и гормональности, как любые ультравзгляды. Ультралевые взгляды, которые не менее опасны, чем ультраправые, это тоже гормональные юнцы, которые хотят чего-то там. Да, вот у них гормон играет. Всё. Я не имею отношения к ультраправым и никогда не имел. И последний вопрос от подписчика. Какое пиво предпочитаете? Холодное. Холодное. Да. Без рекламы. Не, а можно и с рекламой. Я сам варил пиво, своё очень люблю. Да. У меня были пивные рестораны свои собственные, где было 600 сортов разного пива. И, конечно, я пиво люблю и разбираюсь в нём. Но больше всего я люблю пиво холодное, потому что плохого пива практически не бывает. Бывает оно мочеобразное, которое пить невозможно. Ну, вот это тёплое фу, фу. И бывает хороший вкус. Деньги или слава? Слава. Вы тщеславные, оказывается? Ну, если выбирать, да? Просто деньги ещё ниже по ценности. А за что готовы отдать все свои деньги, имущество, недвижимость и предметы роскоши, всё, что у вас есть? За здоровье близких. А ради чего или ради кого готовы жизни пожертвовать? Ради идеи. Ради детей. Ради родителей. О чём мечтаете? Мечтаю создать идею для своей страны, единую мысль такую, чтобы все люди с горящими глазами её приняли и начали бы её воплощать. Если бы вы знали, что сегодня последний ваш день, чем бы занялись сегодня? Попрощался бы со всеми, бухнул бы и тихо, спокойно ждал бы, пока это всё закончится. Что бы съели? Что бы съел? Вобу с пивом, наверное. Потом водочкой бы полирнул сверху и нормально. В Бразилии есть такая традиция. В день рождения именинник первый кусок торта даёт самому близкому человеку, человеку, который ему особенно дорог. Кому первый кусок торта на вашем дне рождения достанется? У меня сладкоежек-то нет, вокруг меня сам бы съел. Есть что-то в вашей биографии, от чего бы вам хотелось отречься? Временами от себя хочется отречься, потому что такое бывает ерунду сделаешь, что маму не горю и хочешь сказать, да это вообще не я был. Помните свой первый поцелуй? Конечно, нет. Кто это? Конечно. Я думала, вы фамилию назовёте. Фамилию? Да, мы найдём эту женщину, девушку. Нет, конечно, не помню их. Мы столько было в моей жизни, что... Помню первый поцелуй. Мне было 6 или 5 лет. Да, точно помню. Я ещё на дверь повесил такую... В комнате заперся и повесил на дверь табличку, я ещё писать не умел толком, только печатными буквами, не заходить написал. Я бабушка эту табличку хранила вообще до последнего момента, помню. А когда в последний раз плакали? Когда в последний раз плакал? Сегодня с утра. Ну, плакал прям, чтобы рыдал. Ну, хотя бы пустили слезу скупую. Пустил слезу. Сегодня с утра увидел видео про двух пластических хирургов и девочку военного хирурга, которая к ним приехала делать операцию. Потрясающий ролик четырёхминутный. Просто вообще. Вот. Пустил слезу. Что спасёт мир? Я. Самоуверенно. Абсолютно точно. Не, ну Господь Бог, Он спасёт, либо нет. То есть тут вопрос такой, а мы можем ему помочь или помешать? На длинной дистанции мы даже помешать не можем, но на короткой можем болтаться под ногами. Поэтому я – это каждый из нас. Если мы поможем, то мы спасёмся. Если нет, то нет. Продолжение следует.